Уникальные кадры. Рабочие стучат касками не от плохой жизни, а от хорошей. Работники Владивостокского морского порта требуют восстановить в должности генерального директора Зайрбека Юсупова. За четыре года под его руководством зарплаты выросли на 30%, а сам порт увеличил перевалку грузов более чем в два раза. Но вчера на сайте порта появилась информация. Наблюдательный совет ПАО ВМТП принял решение о прекращении полномочий гендиректора ВМТП Зайрбека Юсупова. Без объяснения причин. При приходе Юсупова, Зайрбека Милича, у нас сразу стала закупка техники. Не просто техники, а хорошей техники. Тягачей, автопогрузчиков этих новых китайских санилов. Они ездили туда, смотрели на эту технику и закупали технику, ту, которая нужна для перевал базы. Ну, груз перерабатывать. До него ни Рапканов, ни вот был до этого у нас, ни Сулов, ни все руководители. Никто не покупал техники. Но ездили на старье, добивали то, что есть. До этого никто из руководителей такого ничего не делали. Все старались только с этого что-то поиметь, нажиться, ну, без вложения капитала. Человек пришел, увидел перспективу, вложился и начал поднять предприятие с колен. Вот и все. После его ухода думаем, что ничего хорошего нас не ожидает. Владивостокский морской торговый порт – главный актив группы компании «Феско». И «Феско» задолжала своему главному активу немыслимую сумму – 19 миллиардов рублей. Накануне увольнения Зайрбек Юсупов потребовал «Феско» вернуть долг. И этот вопрос как раз Зайрбек Камилеш и поднял. Где те деньги, которые мы, как фор, давали вам? 19 миллиардов рублей. И сразу резко, буквально в течение, так скажем, нескольких дней, начало приниматься это решение. Понятно, что им неудобен этот вопрос. Понятно, что ничего они не собирались сворачивать. В МТП – это почти 2,5 тысячи рабочих вместе с семьями порядка 10 тысяч человек. Все эти люди были обеспечены мощным социальным пакетом от порта. Кроме лучших врачей и медицинских обследований, сотрудники получали выплаты при рождении ребенка. Места в лучших школах и детских садах. Санатории, собственные спортивные залы, бассейн. Есть даже сауны и массажисты. При этом сам порт активно развивается. В 2016-м Юсупов возглавил предприятие в кризисе. Сегодня ВМТП – это процветающий, модернизированный порт, который увеличил перевалку грузов в более чем два раза и продолжает наращивать темп. Ни у одного предприятия в Приморском крае нет такого социального пакета. Ни у кого нет таких зарплат. Ни у кого. Нигде. Средства массовой информации и независимые эксперты указывают на более серьезные причины увольнения Юсупова, чем требования вернуть многомиллиардный долг. Есть мнение, что теперь уже бывший генеральный директор пошел на отчаянный шаг, чтобы помешать рейдерскому захвату всей группы компании «Феско», основным активом которой является Владивостокский морской торговый порт. О том, что компанию хотят выкупить московские интересанты, пишут давно. У «Феско» есть три основных акционера. И двое якобы готовы продать свои доли. Но третий акционер – заявудин Магомедов – против. В марте 2018 Магомедова арестовали по подозрению в создании преступного сообщества. Но 32,5% акций «Феско» до сих пор принадлежат ему. И продавать Магомедов ничего не собирается. Требование вернуть долг в МТП пришлось явно не кстати. Сам Магомедов 29 сентября обвинил главу совета директоров «Феско» в рейдерском захвате. Совет здесь же принял решение избавиться от фигуры Юсупова, который противостоит сделке. О том, что многотысячный коллектив выйдет защищать своего директора, акционеры не подумали. Подобная протестная активность, она может привести действительно к коллапсу на предприятии. И тем более на фоне вот таких вот слухов, действительно, которые частично подтверждаются, в части, не совсем, ну, так сказать, доброжелательных намерений нового руководства в отношении градообразующего предприятия в МТП. В Приморье, если, то есть, формировать подобные точки напряженности, они как раз-таки могут, ну, стать триггером для взрыва вот такого общественного настроения. Юридически совет директоров ничего не нарушил. Они могли снять генерального директора с должности без объяснения причин. Но все происходящее так возмутило работников порта, что они вышли на забастовку. Люди уверяют, что отступать не намерены и будут бастовать, пока их генерального директора Зайербека Юсупова не восстановят в должности. Екатерина Чернакова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.